Здарова, друзья! Ходят слухи о том, что МК-шка Кобра и Сталик хуже, чем Вышка. Сейчас мы с вами всё разберём и, конечно же, пойдём сыграем с МК-шкой Кобра или Сталик и посмотрим, насколько вообще она будет круче или хуже. Но, в целом, не так всё важно, насколько важно то, что сейчас я вам сразу же покажу. Итак, у нас есть, допустим, МК-шка Кобра и МК-шка Вышка. Ну, чисто для сравнения. Давайте возьмём вот, в целом, их таким образом, что они будут обе пустыми. То есть, без обвесов, без всего. И давайте сверим чисто всю статистику. Поняли прикол, да? Мощность это, по сути, что-то подобие урона. Ну, или ещё чего-то там. Но при этом, у нас в прошлом сезоне не было такого, чтобы мощность как-то отличалась у этих МК-шек, а в этом сезоне всё это дело добавили. Если мы смотрим, мощность у Кобры реально отстаёт. Но при этом стабильность едва ли, едва ли двигается. То есть, разница вообще вот такая вот, насколько вы её видите здесь. Ну и разница в уроне, я думаю, сама по себе уже как бы ясен пень, заметно. Давайте сверим эти две МК-шки. Смотрим. Что у нас прибавилось? У нас прибавляется, я вижу, что дальность. Прям что-то там дёргается. Не знаю, что-то должно ещё, по-моему, прибавляться. Но больше ничего банально нету. То есть, по сути, МК-шка-вышка сильнее. Вот и всё. Какого чёрта? Я не знаю, что сделали разработчики. Не понимаю. Но это просто банально факт. Просто факт того, что МК-шка Кобры и Сталик банально отстают по урону от вышки. То есть, вообще, по сути, лучше брать вышку. И она будет самой лучшей МК-шкой. Ну и добыть её намного проще. Вы понимаете? Вся логика. Ну и сегодня мы поиграем с МК-шкой Кобры. Посмотрим, что вообще из этого может получиться. Не забывайте поставить лайк. Подписаться на канал. Ну а также, если вдруг мы сливаемся одну катку. То мы меняем эту МК-шку на Сталик. Либо вышку. В общем, вот такая вот, типа, рубрика. Ну, единичная. И проверим вообще, с какой МК-шкой будет проще. Либо же мы сможем сыграть и с этой. И она будет играбельней. Ну а также я хотел бы проверить МК-шку Кобру и МК-шку Улучшенную. Для того, чтобы просто сравнить. Оп. Смотрим. В офигете, да? Но я не знаю почему. Я реально не знаю почему. Но мощность... У МК-шки Улучшенной лучше, чем у МК-шки Кобры. Может быть, мощность это совокупность каких-то факторов. Может быть, МК-шка Кобра ломается быстрее. Типа, из-за этого мощность, типа, выше Улучшенной. Но, по-моему, это так немножко не работает. Но, в целом, блин, камон, разница. Хотя, так-то 15% урона, что там, что там. И как-то вот так вот. Короче, пишите свое мнение в комментариях. Вообще, насколько это сильно все влияет. Возможно, я как-то ошибаюсь. И, возможно, вы будете в чем-то правы. Ну что ж. Пятая карта. Соло-режим. Погнали. Новый сезон в PUBG Mobile. Я только зашел в игру, и, как вы видите, у меня нету РП-шки. РП-шка стоит 300 UC-шек. И покупка UC происходит для игроков из России только через сайт playrock.com. И это лучший сайт для доната в игры. Вы можете купить 300 UC или 360 UC на ваш пас прямо через мой профиль на сайте. Или же выбрать другого продавца. Покупка происходит в пару кликов. Переходите на сайт по ссылке в описании, выбирайте нужное количество UC, оплачивайте с банковской карты или Kiwi кошелька. Ну и, конечно же, получайте UC по вашему ID в игре. Буквально 5 минут и все готово. Куплено UC у меня на аккаунте, и на них я покупаю новую РП-шку. Сотни тысяч игроков уже получили донат через Playrock. Более 500 тысяч отзывов, оставленных после покупки. Ну и, конечно же, РП-шка должна быть у каждого игрока, так что залетайте на сайт playrock.com. Покупайте UC-шки только там. Ссылка будет в описании. Ну что ж, начинаем. Погнали. Попробуем сразу же постреляться на поверпленте. Ну и, как обычно, если что, напоминаю еще раз, будем менять эти пушки, если вдруг мы будем сливаться. Но, надеюсь, хотя бы самые ценные у нас отбирать просто банально не буду. Урон перекачан. Ну и погнали. Кстати, то, что урон с МК-шки Кобры повышен в голову, ну это все же факт. Ну и, на самом деле, он реально повышен, только он повышается, по-моему, именно до такого урона, насколько этот урон вообще обычный для МК-шки вышки. То есть, ну, разница вообще небольшая между ними. И в голову, по сути, будет то же самое. Не, ну чел хорош, чел хорош, вообще размонсил красиво, но... Кто-то топает, по-моему, лишний. Норм. Я, кстати, не ожидал, что этот чел уже кого-то забрал. Так, более-менее. Но, если бы бот не накоцал бы его, возможно, я бы его даже не перестрелял бы. Там капец игрок. Он, кстати, не ушел ведь, да? Готов. Оказывается, это просто была четверка, поэтому он в целом так и... Трусил. Кстати, у нас уже так-то прям прилично лута. Опа-на. То есть, получается, как? Этого на горе забрал чувак с другой горы, да? По-моему, все так. Так. Готов. Ну, наверное, был немножко не вылеченный, походу так. Ух ты. Хотя так-то, если пойдем в радиацию, то мы это выкинем. Вот, серьезно. Стоит оно того или нет? Хотя, думаю, давайте, знаете, как сделаем? Мы сейчас идем чисто лутаем чувака и просто валим тупо на выход. И там уже, как бы, посмотрим, что к чему. И, я думаю, лучше запуститься в новую катку, чтобы засейвить хотя бы этот лут. А то пойдем в радиацию, еще его потеряем. Ага, не успел. Я заметил его, заметил, понимаете? Но протупил. И он снял нас очень-очень быстро. Ну, блин, бывает. Зато хотя бы мы вот засейвили в вектор. Ну, что ж, как я обещал, меняем МКшку на другую. Берем вышку и идем играть с вышкой. Старт, конечно, хороший. Так, ну что ж. Го по людям, как обычно. Ой, с АУГом, брат. Не-не-не, АУГ прям реально отстает. Тут, конечно, не поспоришь. Особенно вблизи, но МКшки равных нет. Еще один попался. Ну, этот уже был то ли шестерка, то ли пятерка. Я даже не понял. Ну, ладно, пофигу. Разобрались и разобрались. Главное, что нормально получилось. Ну, эти патроны можно выкинуть. Ну, и давайте пойдем дальше. Ну, если честно, играя с ним, вот, завалили Сталика мы, которого. Это было легко. Ну, вот, если, например, взять второго типа, на него понадобилось как будто бы даже немножко больше. Но, в сути, если честно, я прям точно не понял вообще. Хотя, по факту, вот, для меня почти одно и то же получилось. То есть, урону одинаково. Опа, ну, слушайте. Здесь прям сочно. Конечно, в слоу-режиме не очень эффективно брать все гранаты, но так-то сойдет. У меня такое чувство, что вот он, да. Попался. Ну, слушайте, так-то, так-то. Здесь как будто бы, если это была фуловая шестерка. Сейчас, кстати, посмотрим. Может, броня выпала. То МК-шка-вышка, ну, вот, на ту самую пулю забирает человека быстрее. А это была шестерка. Так что, да. То есть, ну, вот, я, конечно, не знаю. Может быть, он тоже был не с фулл-хп. Но разница есть. Может, не прям супер заметная, но она есть. Голый тип. Ну, окей. А что еще с него взять, как бы, да? Ну, честно, он просто не попал в тайминг. Вот прям легко, кстати. Вот прям легко. Что, выпало хоть? У нас где-то еще челик с МК-ой сидит. Капец, прикиньте, да, сколько надо дать этой собаке, чтобы она откисла. Жесть. Есть вопрос. А человек-то где? Ну, типа, прям серьезно прячется, что ли, или как? Вроде слышал, что он был с МК-ой, но вопрос, где он был с МК-ой. Если он нас не поймает на месте, пока мы будем открывать ящик, я думаю, что он нас вообще не поймает. Потому что это в целом-то, ну, тяжело. Ну, как я понял, ящики не открыты. На крыше мы его спалим. И где он может еще сидеть. Как я понял, вся эта часть банально закрыта, так что мы можем ее спокойно вроде как залутать. Ну, вроде спокойно. Так, пока что никуда не торопится, вроде как. Тут уже с местом какой-то напряг. Ну, видимо, из-за того, что у меня... А, три шмотки шестых, понятно. Ну, мне больше нужен рюкзак, так что все остальные шмотки просто извините. Магазин высшего качества. Не нужен, но пускай пока поваляется, может быть, пригодится. Золотую пушку, го. Конечно, там еще стоят ящики, но... Давайте не будем рисковать, все же там был человек. Где он крысит, честно, вообще непонятно. А я думаю, что он все же должен крысить. Ну, по крайней мере, обычно все так и делают. А вот дверьку мы пока откроем. Так, что-то мусор прям какой-то дали. А получше есть что-то? Ну, уже более-менее, но все равно что-то не катит. Челик пытался сражаться за свой драгоценный лут. Но у него ничего не получилось. Такс, ну и мы выходим. Хотя вынесли немного, но под конец мы еще так прилично заформили. И выносим мы почти 3 миллиона. Ну, нормально. С МК-шка-вышкой даже получилось, ну, прям на вид как-то проще. Ну, что ж, и последняя катка у нас с вами, это МК-шка-стальный фронт. Ну, с которой нам, наверное, стоит даже немножко поторопиться, потому что мы и так очень-очень сильно задержались. Думаю, медлить чисто не будем. И просто вот банально сгоняем от входа до выхода. Ну, и там завалим кого-нибудь или же завалят нас. Одно из двух. Погнали. Такс, ну, нам в целом повезло, выход довольно рядом. Мы можем сейчас чисто забустаться, по-быстрому добежать до школы, там кого-нибудь завалить. Ну, и добежать до выхода. Хотя до выхода бежать здесь, ну, прям опаснее всего, я бы сказал. Ну, и в целом до школы тут бежать тут опасно. Потому что спавны прям вообще везде. Ну, я, кстати, максимально уверен, что на школе уже кто-то есть. Что ты? Готов. Опа-на. Нас перестреляли. Хотя, мне казалось, что я попал по нему, ну, прям очень много. Но чё-то не то. Чё-то не то. Что если бы реально с вышки бы забрал? Мне вот кажется, реально, я бы с вышки его бы забрал. А тут вот прям как будто бы не хватило вот этой вот самой одной тычки, возможно, какой-то дополнительной, чтобы его просто завалить. Офигеть. Попыточка номер два. Не знаю, в этот раз через кого мы пойдём, но, честно, вот как-то вот не то. С вышки вот реально получилось почему-то просто. Мы легко заходили, каждого перестреливали, и всё получалось. С Кобры там, со Сталика уже с самого начала, как будто бы мы сливаемся. Может, конечно, просто, ну, так сложилось. А может быть, это и не просто так сложилось. Можно сделать, конечно, свои выводы. Ну, и в целом... Ну, блин, она дешевле, вышка дешевле. Берите вышку, и всё. Или даже улучшенную. Мне кажется, что разница между, там, Сталиком и Коброй, и улучшенной будет, ну, вот прям разница небольшая. Хотя, конечно, да, там, играть, например, с какой-то из них проще, но, опять же, ну, не с каждой. Так. Ну, однозначно, однозначно же, вышка сильнее, ну. Так. Ну, не знаю, тут насколько было понятно, но в прошлый раз, вот потому, когда стреляли, может быть... Не, может быть, конечно, чисто залетело всё... Да ну! Капец. Даже не наговорил. Конечно, может быть, всё залетело чисто по рукам, по ногам, но, блин, патрон понадобилось явно больше. Так что... Ну, если вы заметили разницу, пишите в комментариях. Ну, и ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не болейте, и мы с вами увидимся завтра в новом видосе. Как обычно, пока! Субтитры сделал DimaTorzok